10 секунд remaining да 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 всем еще раз огромный привет привет дорогие зрители ну что колд пик очередной четвертый уже по счету для нас тобой пик на сегодня и чипик тебе больше нравится стандартный вопрос давай даю что-то все хорошо мнение мнение свое мнение давать спиртная экспертная рок опять играть с бэтрайдером да взяли себе кунку четыре из четырех да 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 всех забрали джаггер был оракл был кунку забрали но мид но им 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 вот и у них провалился на прошлой карте мид поэтому тот персонаж который будет сейчас взят для центральной линии он должен быть каким-то неприступным да вот ну чтобы он смог потому что на прошлой карте это было одно из самых слабых звеньев в цепи и они взяли разора интересный герой только против кого он станет сейчас разор вот я напомню что он имеет крайне маленький показатель урона если он дэмэдж не высасывает разором не очень-то и удобно там фармить добивать и вообще драться поэтому тут надо понимать что кому-то ты должен присасываться а кому ты будешь присасываться если луна ранжевая никс в инвизе бегает рубик тоже ранжевое но из огра высасывать дэмэдж нет смысла аквапа разрывает твой тизер то есть пик разора был преждевременным и может быть он не будет так сильно загноблен как пак но эффективность этого разора я лично ставлю под сомнение и очередной раз к вопа 2 по счету ну это это идеальный пик против разора то есть разор дает тизер в тебя но имеется ввиду статиклинг статиклинг ну чтобы вы понимали тизер в переводе с английского да это поводок то есть по сути у пака дремкойл это тоже тизер своего рода ну потому что вот эти вот спиральки да то есть вот разор дает этот свой статиклинг и квапа просто его разрывают все все просто все гениально все идеально все отлично напоминаю еще раз контрольный последний раз на сегодня что для вас работает колд и я доггер работаем в рамках шанхай дота 2 open сезон ту второй матч урок против команды брейхерд и брейхерд напоминаю имеет преимущество в одну карту ничья или же победа бейхерд мы узнаем совсем скоро тем временем карта на ваших экранах карта на наших экранах друзья и позвольте мне есть небольшие коррективы в нашу картинку все теперь можем наблюдать без всяких смоков бегут час рок и готовы они по камешкам разбирать команду брейхард вот сейчас смог прожали потому что не так эффективно ну то чтобы дольше он длился надо его чуть позже прожать хотя бы между т-1 и т-2 пробежали уже мимо вардан который брейхард поставили но естественно под самоком их не видно ой а вот это может быть очень опасно рубик рубик прекрасно понимаешь что за ним сейчас выходит целая арава команды рок рубик спасать буквально сам себя на сасовый дэмэдж ну скорее всего это будет first blood 200 хп остается буквально пару тычек необходимо сделать хотя луна уже подходит и есть торрент торрент мимо захлебнулась атака джаггернаут там не рискнул раскручиваться возможно это была ошибка на самом деле ошибка в том что он был без сапога а с виндлейсом то есть саппортом до для саппорта сапог дорого сразу купить но для кэри героя мне кажется не надо полу меры то есть был бы у него сапог было бы 350 мувспида и все хорошо было бы то есть он бы догнал рубика они бы его убили а так ну ну что получилось рам получить ну да так вот они вот они вот они вот они вот они и решили сыграть 2 2 или что такое там 2 2 1 кстати вот там уже никс асасин ворует крипов просто у бэтрайдера нет друг крипы пойдут ко мне я хочу второй левел и все так и случится три плава у них имеется ввиду команды рок против луны и рубена но опять же у гормак рядышком у гормак рядышком да это не дроу рейнджер но у луны на самом деле перед роу есть одно большое преимущество у нее на ранних стадиях ну то есть на во время лаинга там первые 10 минут пассивка гораздо сильнее чем пассивка дроу потому что они она дает мне в процентах а в числах и вот если у дроу на первом левеле она там дает там 20 процентов условно то 20 процентов это всего лишь 5-6 урона а улы уже плюс 14 причем она всем дает и рэнджевым и милишным и кому угодно и вот огур там плюс 14 рубик плюс 14 не находится под вот сейчас плюс 14 просто был вне радиуса так же на воде про какая-то движуха происходит да вот там вот постоянно что-то обмениваются они ударами торренты мимо погоня за рубаном но джиггернаут сейчас можно они от рубика очень быстро играет бросает джиггернаута назад рубик во второй раз уже себя спасают ему вам телекинезом отбрасывая противника кстати он оба раза по вам джиггернаута цеплял если о что ошибка ошибка зернота победы рок написано бихерджи выиграли да дуггер досмотрел ошибку друзья брависсимо дуггер ты теперь повышен до звания комментатор высшей категории ладно шутки шутками а на блоке продолжается движуха саппорта не совсем понимать что от них нужно и они просто размениваются демчу и они но главное чтоб кэри понимали то есть один из скор героев понимает лулу понимает он фармит у него там уже 12 крипов топчик по над ворсу по крипстату джиггернаут вроде может и понимает но пока у него не получается во всяком случае убивать крипов в таком количестве в котором ему возможно хотелось бы данные тем временем мы видим пассивный фарм ребята волнуются ребята не хотят отдавать персблатный поэтому фармить ребята так смогут долго долго муторно и нудно после трех каток где количество фрагов было больше чем количества минут провина подцепили брак бросили назад лулу таранти вроде стоял но в порядке слушать и когда сидел в доте чтобы кто-то посадил дерево и игрок противоположной команды скушал это дерево нет такого пока что я не видел кунка ух по троим джиггернаут тоже раскручивается по троим и там еще и оракул двоих остановит хорошо фб на луне и дальше бьют дальше бьют дальше убьют огонь и ума хп погибают но рубик хитрый рубик спасается кунка прям вообще до жесткий такой торрент не совсем понятно почему они строим так вот бегать прям так кучненько да да очень кунка прям нашел тот момент под торрент вот тем временем у нас разор погибает да вот она квапа вот он разор ну точнее разор это мы не видим потому что но квапа с ботлом и вроде как у него мало хп но в то же время хп у нее повысилась более того там руна появляется поэтому она будет фуловая плазмофил да задел квапу на 115 дэмэджа и руна баунти а руна иллюзии для огра и он побежал он нашел нашел он нашел оракла и избивает того есть там телекинеза и ухо вот это вот самое обидное самое обидное а сбить сбить есть чем сбить т.п. нет стана нет с антриком а прикинь бы кто-то сейчас иксмарк на своего поставил по привычке ну типа вернешься назад чтобы быстрее было бы неловко да 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 оракулу черт что это как так никс там где-то погиб батрайдер получил за него денег но все таки вот сбат произошел и снова снова ребята начали воевать просто нон-стоп но батрайдер тоже как бы получил очень серьезно он отправляется сейчас на фонтан у никса еще пока что в левела нет но потому что он то не убивал битрайдера но пока битрайдер вернется то я думаю там появится все у никса с ассином у луны третий левел два бима одна аура и огур заходит за спину джиггернаут вот он бим стану пока нет просто крутится луна за ним у нас руки бьет довольно кстати неприятно ой торрент попал ну попал пока по луне там вроде остальных не задел джиггернаут спас но они как бы отзонили джиггернаут сейчас от крипов и можно сейчас их пода убивать по над наить и линию так сильно вперед не запустили хотя все равно линия запушится без вариантов не получится по-другому два крипи мага вот уже здесь скопилось заходит там кунка через леса на луну возможно сейчас торрент поставят да так и есть но у на каким-то образом она просто побежала за сапогом повезло повезло здесь джиггернаут есть раскрутка буквально пару тычек необходимо сделать чтобы забрать этого коварного парня с мечом и не получилось не получилось луна таким купила сапог забавная была игра от луны она побежала в сторону магазинчика чтобы купить сапог и это спасло торрент и она купила сапог но поняла она что сапог она купила на базе они в магазине но потому что пришлось там то что не добежала там была опасная ситуация надо было принимать какие-то другие решения никс убил разора вот поэтому она потом продала сапог и чуть позже купила уже в боковой лавке чтобы курьера не гонять туда-сюда обратно на что же у нас будет дальше счет 23 в пользу команды рог и первые три фрага они мне кажется вообще для рук ничего не значат потому что ситуация чрезвычайно равная именно чрезвычайно здесь очередной раз пытается зацепить джиггернаута торрент по двоим какой же хороший кунка на этой карте он своими торрентами спасает убивает делать все что надо да абсолютно верно тут проблема в том что огр без стана то есть ну станчик надо все-таки на единичку они продлили еще стан этого джиггернаута и он бы не выжил погоня за никсом копнули его аквапат должна кричать есть у него ультимативная способность на ее тратит и разор погибает а не зря ли ну там по таборам табры взял все в порядке да не было информации по остальным игрокам поэтому нормально вот иногда лучше сделать быстрый фраг чем медленно добивать противника потому что мало ли там подтянутся спасут рубен ну рубен приплыл сгорел там кстати луна за луной гоняются луну видно луна ну не знаю что делать у нее 14 стиков есть на просто бежит другую сторону на торрент нет не попадает на торрент стики она уже проела может купить перчатку может купить тп хуку папа пришла защищать свою луна бимчик по джиггернауту джиггернаут раскручивается луна понимает что уже все уже все до конца до конца до конца до конца до конца на джиггернаут все-таки убил я раньше однако сам погиб квапа дальше кричит по ораклу по бэтрайдеру прозор плазмофилдирует и квапа отправляется на отдых а мне показалось или крик квапы то есть скрим да он задел оракла но не нанес ему дэмэджа ну видимо это связано с мы же находимся в том месте где можно посмотреть это ну да ты можешь посмотреть это дело в том что сервера мне кажется эта проблема то есть не отрисовала вот как а дэмэджа он маку а хотя он мог на себя бросить фейтси дикт он защищает на сто процентов от магии а да 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 если на нем был фейтси дикт тогда да тогда не нанес там просто если бы попало то был бы летальный исход ну да 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 мы же там у клопы максимальный уже максимальный но здесь хотя бы борьбу какую-то видов что ой ой борьба выбор азора копа вы прыгать rawа у приехали как он кричит ну что такое как ты пророчил этот разор здесь неудел да разор дел луна переместилась наверх но наверх переместился и джиггернаут у луны кстати проблема с тем что у нее нет шестого левого но такая же проблема ровно и у джаггернаута то есть коры и коры здесь такие обижену хотя бы у на 40 крипов даже если вот мы сейчас на натворс переключимся лунка погиб такое бывает капитан приплыл 2000 у джаги и d700 лулу но в итоге квапат играть на все сто процентов да да как то так очень хорошо получается на этой карте на прошлой пьяу все все ок все ок у него red на топе серьезный проблем уже гернаут успевает раскрутиться и спасает сам себя на реакции парень все хорошо все замечательно all right что там шестой появился да ладно уже 6 а вот уже гернаута нет у джаггернаута все еще 5 левел и ему это 500 экспы надо но без 14 без 36 уже экспы 500 дабль дэмэдж для рейзера это неплохо это неплохо ну вот посмотрите да у разора 69 урона восьмой левом но это прям у вайда на первом левеле столько приметно же урона то есть добивать совсем некомфортно у квапы посмотреть больше чем 100 до 98 плюс 6 если разор бы там без дабл дэмэджа без таких нибудь вот этих вот высасывательных бонусных у единиц урона то крайне сложно крайне сложно здесь рейду карапасе уже были так понимаю уходит венде ту спасаться торрент ох торрентом ну не получилось попасть к попрыгнула в толпу крикнула по троим квапа квапа дальше до конца за джаггернаутом давай джаггернаут еще они просто не отпустит не должен капли вл моноберн торрент спасает пока что товарища тайма рог пытается сделать что-то другие минус 2 даблкил для себя оформлять queen of pain выживает еще и нюкс все хорошо отличная контр-ининистрация такого пазу байтит как-то на себя очень активно странно шокунка на нюкс да ладно нюкс мне нравится как играет потому что он не пошел бить руками он просто копнул уже дважды понимаешь что иногда надо просто зацепить персонажа там уже все остальное сделают твои тиммейты некоторые прям вот очень хотят эту тычку дать из анвиза дополнительный урон но не всегда она нужна рубик украл блэйд фьюри ну да рубика это неплохой скилл качестве защиты можно использовать не думаю что в нападении в этом золотыми просто эклипсами прикончила чела двоих до двойного убийства do not cross не переходи дорогу темной луне но это скорее каша золотая луна с этими вот ее такими красивыми ультимативными эффектами да ну что у нас 13 минут игры счет 10 6 здесь врывается на а вот они в нападении таблась юри ой-ой-ой а ну а мечи вы крик не разор по моему в инвиз ушел или показалось и она просто на удачу давала или нет ну ладно короче до крик уходил одним криком не попало, вторым попало. Ну, у него же два крика, правильно? Scream of Pain и... Ау, Sonic Wave. Джага... Хотел сказать, Джага наут, но вот не получилось. Умер раньше. Там уже овныч. Ну, посопротивлялись, Рок, вот, к их чести. Надо отметить, что они так яростно оказали яростное сопротивление по отношению к своим противникам из Braveheart, но это сопротивление, скорее всего, уже сломлено и пожинают плоды теперь своей силы. Команда Braveheart, которая настолько уверенно сейчас проводит последние несколько минут, что можно их сравнить с каким-нибудь ураганом Катрина, который пронесся по западному побережью Соединенных Штатов Америки, не оставив и шанса строениям, домам, некоторым даже жителям, к сожалению. Но вот настолько они сильны. Ты один товар упал? Это, кстати, первый товар, который вообще, в принципе, упал на карте. 14-ая минута игры. Юл появляется у Queen of Pain, а Рубик продолжает воровать способности, и даже неплохо у него это все получается. Он прям использует все как надо. Вороватый Рубик такой, да? Вороватый. Никс там что-то в Инвизию пытается придумать, но пока никого в Инвизию не находят. Более того, его видно. Плазмофил по ним попадает. О, Карапасик, как хорошо. Теперь надо копнуть, копнуть, копнуть и копнул, и попал, но там никого больше нет. Хотя есть Огр, но Огр далековато, не может он ничего дать. Там выход под смоками от Роков. Ага. Ну, все уже убежали, да? Как вовремя-то ребята убежали по-настоящему. Да, хотя вот Рубик перевернулся назад. Я так понимаю, там Пьяо что-то сканировал территорию, смотрел, есть ли выход на него. Он проверил, что вроде выхода нет, но все равно решил уйти. Вот наверху он находился, здесь наверху миникарты. Опасность на миде. Посмотри, смоук на смоук. Былали информацию. Смог на смоук, и пока что бихерд. Элемент неожиданности есть. Разор отцепляет. Как же больно ему. Как же больно ему. Уже меньше половины хп. Есть. Квапа, врывается. Крик. По четверым крик. Здесь же Гернаут распрыгался и ул. Отлично спасает Квапу пока, чтоб я все-таки погибает. И размен один в ноль. Замечательный. Но Луны там не было. Луны просто не было. Луна с Эклипсом. Она может очень неплохо подраться, но там уже мало тиммэнтов. И вот он, вот он, вот он, вот он Эклипсом. Там уже все отхилялись. Луна до конца принимает сражение. Бьется, дерется. Сражается. Но Оракл, как же Оракл сейчас отыгрывает, помогает. Очень серьезно. Забьют там, скорее всего, Рубика руками и ногами. Всем чем только можно. Хотя тут еще пришел Никс. Будет помогать. Луна. Луна. Ну, дали размен. Все-таки двоих забрали. Разора и Бэтрайдера. И можно попробовать еще что-нибудь придумать, если Никс как-то что-то изобретет. Карапаси пророжал, но ничего не изобретает. Луна просто бимом дотянулась до Джиггернаута и тот убегает. Неоднозначный файт. Да, да. Заработала одна и вторая команда. Урон одинаково внесли. Тут просто сработало то, что не все Брейвхарты находились в позиции под Тавером. И когда напали на Разора, практически его убили, не хватило Луны, которая бы зашла с Эклипсом. И вот, когда Квапа просто прыгнула в толпу, она могла ультимейт, когда попала по четверым, вместе с Луной всех разбить. Но не получилось, потому что не было Луны, она позже пришла. Да. Просто не были готовы все вместе напасть. И в эти времена Разор стревает корабль! Заходит в одного Нюкса. Угу. Полетел Диспелл по Никсу. Никсу больно. Батрайдер уже прилетел. Но на Карапасе прилетел! Бросили назад. Бежит Огр. Так, есть на Эксмарке. Вернули. Нет, не вернули. Сейчас вернули его. Убивают, добивают, разваливают. Но Квапа, 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 что ты будешь делать? Дорогуша, за Ораклом. Очень хочется погнаться. Очень хочется его забрать, убить. Но Оракл действительно много приносит помощи своей команде. Ох, пьяут. Развели на жадность. Развели на жадность луна. Пошла тоже там торрент. По-троим получается. И бьет, и бьет луна. И убивает. Торрент это от Рубики, так понимаю, был ворованный. Да, он тоже неплохо торрентами владеет. И по Батрайдеру би мои минус пять уже. И Квапа выжила. Вау. Неожиданность-то какая. Команда просто спасли даму. Стервозную. Стервозную, да, она такая. Три люди. У нее две способности крики, по сути. Да, 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 да. Есть персонажи, которые кричат. У кого еще крики есть? Усвена ультимейт, например, он кричит точно. Варкрай, второй скилл, тоже вроде крик. Да. Тоже, кто-то, два крика. Но он нестервозный, да? Мужик такой. У бестмастера есть крик. Громкоголосый. Праймал Роор, правильно? Правильно. А еще криков? Еще у кого есть крики? Крик. Ну, у ликана он там типа хауль, это криком считается. У профетки ультимейт это крик? Нет. Она просто призывает сестер на помощь. Come, my beautiful sisters, come. Не-не, это не крик. Вот у ликана может быть. У этого, у лондруида. Да, нет, это вой, погоди, это не крик. Это не крик, а вой, ну, наверное. Технически это вой. У этого, у лондруида, вроде там, как-то он кричит, и все разбегаются в сторону своего фонтана. А, есть такое, есть, да. Это считается крик. Это крик. Ну и смог, хотел сказать, но не смог. Просто Бетрайдер полетел, Бетрайдер запрыгнул, зацепил Луну. Кстати, неплохо, но его держит, Рубик не дает привести Луну к своим. Там есть торрент, но Луна уходит из-под торрента. И Эклипс раскастовывает. Ох, как там больно, Джиггернат просто крутится. Джиггернат не знает, что ему делать. Присосались к Луне, Джиггернат дает ультимейт по одному, по второму. Квапа кричит, Квапа почти, что убила Джиггернат, а тут уходит назад. Луна очень много дэмэджа потеряла, но все равно она может сражаться. Все равно у нее есть бимы. Разор пытался что-то придумать, но не получается. Типа у Джиггернат, но не получилось ему сбить, и он уходит, он спасается. Вау. Просто файты, которые переворачивает какой-то Рубик. Да, да, да. То есть, если бы Рубика не было, забрали бы моментально Луну и начали играть на добивание для команды BeHeart. Вот, а Рубик спас, Рубик защитил, в итоге 2 в 1 размен и размен в саппорта. Прям очень даже неплохо, еще и 2 тавра заберут сейчас на топе. Да, по факту, если мы будем сравнивать силу единиц по их позиции, относительно их позиции, которые они занимают в табеле о рангах, то мы можем констатировать факт, что забрали пятую позицию, а потеряли вторую и третью позицию. Ну или первую, вторую, ну кто тут, Разор, наверное, все-таки вторая, не первая, а первая джаггернат, в общем Разор вторая позиция, а Бэтрайдер третья, шоффлейнер. То есть 2 и 3 разменяли на пятую позицию, и это крайне удачно. Притом, что нападали сами на первую позицию, на Луну, на кор-героя, на Кэрри, на того, у кого больше всего фарма. И, ну, сейчас, конечно, чуть больше квапы, но не суть. В общем, Луна — это персонаж, которого хотелось бы, конечно, убить, но не получилось. И несмотря на уверенное начало команды ROG, если посмотреть на графики по нетворцу, по деньгам, ребята ведут за 12 тысяч из команды BeHeart, и по опыту за 10 тысяч. То есть здесь все тоже печально. Ну, это вот, если на график смотреть, то, друзья, я вам расскажу, на что обратить внимание. Это детские болезни молодежных, ну, новеньких команд. Обратите внимание, график, когда начал расти. На 10-й минуте. Видите, до 10-й минуты все было ровно. То есть вот команды зачастую молодые, неопытные, они неплохо стоят линии, потому что там не требуется показывать слаженность игры, понимание перестановки, перемещения по лайнам, какие-то тактические схемы, стратегические схемы, наработки, взаимодействия между игроками, их гораздо меньше на стадии линии, на стадии лайнинга, потому что ты там условно стоишь там 3 в 1 или там 1 в 1, ну, 2 в 2 в 1, в общем, ты просто стоишь на своей линии, и все это примерно умеют. То есть если взять какого-то высокоуровневого игрока, там, ну, ММР, я имею в виду, да, там 7-6 тысяч, то он прекрасно отстоит там первые 10 минут в любой вообще команде на любом уровне. А вот потом уже начинаются проблемы, когда надо ходить там под смоками, когда-то перемещаться, когда-то понимали. Когда надо действовать. Вот-вот-вот, да, все верно. Вот тогда уже начаться проблема. Ну, как бы они и начались у команды ROG. Собственно, мы это видим на графиках. Ну, сейчас попытаются разменяться товарами. На торпе попытаются забрать Т1, в ответ забирают Т2 на боте игроки команды BeHeart. Но кто быстрее, кстати, еще неизвестно. Здесь все-таки фортификация. И с другой стороны тоже фортификация. Да нет, быстрее должны Braveheart, потому что там луна с аурой и аура на троечку. И они сейчас на Т3 пойдут. Тут еще парни Т1 не осилили, понимаешь? О-о-о, но это проблема. Это проблема, сейф-тп уже летят вовсю. Здесь линк в инсфер, а на луне. Чья? Квопина. Квопина? Квопина. Пьяо, Пьяо дал свою линку. Ну, правильное решение, потому что, как бы, Иксмарк и, естественно, в большей степени, наверное, Лассо требуют, собственно, этой линкной сферы. Но у Бутрайдера есть аргумент, с которым можно подходить к этой линкной сфере, а именно форс-став. 23-я минута игры. Фраг в минуту, кстати, у BeHeart есть. Отлично. Да, да, да. И полфрага в минуту у Рок. Такая вот статистика суровая. У кого-то два, у кого-то пол. Но Никса теперь линка и отправляют его вперед. Там Блинк, кстати, сканирует территорию силы тьмы, обнаруживает противника и готовы они... Надо пытаться. Но они немножко разминулись с Никсом, потому что он-то зашел вправо. Ай, ой, он там копнул просто трех, даже четверых копнул! Очень плохо все для них начинается. И там... Что? Что? Там Квопа просто ультанула, а всех убила. Джиггерант прыгает по Юлу, по Квопиному. И пьяо, Джиггерант дальше раскручивается. Но он тут один пытается сделать ТП от Луна. Должна его с руки просто набирать очень много урона. Джиггернаут. Нет, он все-таки сделал ТП. Он улетел. А вот как ты думаешь, повезло или на реакции? Или вот прям вот на скиле? Пока он к ним привезет. А они все шли вместе. Ну окей, окей. Все втроем попали под МПЛ. МПЛ длится 2,8 секунды. Это как реводч второго левела, если что. То есть, считайте, попали под реводч. Пытается зайти. Раскрутка, Джиггернаут. Очень дерзко заходит. Сейчас, скорее всего, получит по заслугам. Уже половина ХП у него остается. Разор также приходит. Есть у него второй спелл. Ни на кого не езжает. Скорее всего, просто сейчас погибнет. Не успех ничего сделать. Здесь Патрайдер забирает все-таки Луну. Аквапат, будет ли кричать? 10 секунд до ультимейта у нее остается. У меня подлагивает, кстати, немножко файт. Ничего страшного. Самое главное, что уже 3 секунды остается. О, она с юлом его схватила. И вот такой вот по таймингу еще и Патрайдеру попадает. Должна прыгать, прыгать дальше. И файт молотом там Рубен помогает. Ты что, а Аракла не цепляет? Есть танк, Кваба с руки уже может бить. Кваба кричит, Аракл пытается диспеллом их остановить. Но этого недостаточно. Даблкил, королева воли. Вау. Вау. 25-ая минута игры. И все идет к летальному исходу для команды Рок. Так и есть, так и есть. Завершающий матч группы С и ГГ. И вот он, летальный исход. Поздравляем команду Рок. Они заканчивают свой турнир со счетом 0-4. Но ничего страшного, потому что ребята прошли через открытые квалификации. Они уже проделали огромный путь. И это неплохое достижение для такой команды. Ну, они с грандами поиграли, как минимум. Они ощутили на себе силу их ударов. Силу их возмездия, воздействия. Так можно выразиться. Как-то очень быстро у нас прошел утренний вот этот вот сегмент эфира. Если честно, за три часа мы справились. Это с учетом пауз между играми. Ну, по-настоящему мне вот вторая встреча понравилась побольше. Здесь экшена больше. Если в прошлых двух картах у нас была одна калитка. А здесь у нас прям файты. То есть я на второй карте думал, что Рок смогут что-нибудь интересное придумать. То есть они прям придумывали, придумывали. А потом десятая минута настала. И там после фарма пришлось что-то им делать. Ну, как-то так, да. Ладно, друзья, не будем, наверное, долго вас задерживать. Будем передавать слово уже нашим коллегам. Потому что они так же рвутся в бой. Они так же хотят показать вам, на что способны. А способны будут Старский и Парадокс. Парадокс. Ехоум Люминус против ЛВ и Ехоум Кин против Дуо Бао. Два Бастов-2. Сразу после небольшого коммершиала. Они уже готовы, они уже хотят, они уже могут. Они уже ждут, друзья. А мы с вами прощаемся. Дугер напоминает вам, что с вами в эфире работали сегодня. Кто? С вами сегодня работала замечательная пара. Это Колды Тил и Ядогер. Если хотите поддержать нас, подписывайтесь просто на... То вот наш кошелек ВМЗ. Лечение. Ладно. Всем еще раз огромное спасибо. Спасибо всем тем, кто... Субтитры сделал DimaTorzok